Продолжение следует... У нас сложилась очень непростая ситуация в нашем районе по нескольким пунктам. Во-первых, с выделением леса застройщикам индивидуальным и вопрос с дровами. Очень сложная ситуация сложилась, особенно в последний год. Вот. Значит, лимиты, как нам объясняют в лесхозе, лимиты ограничены. То есть индивидуальным застройщикам они всех не могут обеспечить. И поэтому у нас мы не можем получить уже ни один год. Не только я, но и многие наши жители. Для застройки, в частности дома, либо хозяйственных построек, нам отказы. Один за одним отказом. Затем у нас сложилась ситуация еще хуже. Хотя мы и живем, проживаем, как бы, можно сказать, на селе. Кругом у нас лес. А живем мы, как бы, отапливается у нас все печное отопление. Дровами мы отапливаем, значит, жилое свое помещение. А получить дров мы не можем. Олег Александрович, ну невероятно, люди живут в лесу, не могут получить дрова. Буквально минуту на ответ у нас должна быть реклама. Особо охраняемая территория, национальный парк «Русский Север», это наша проблема, которую 25 лет уже пытаются решить все уровни власти. Федерально, муниципально и регионально. Права людей нарушены. Потому что земля, населенные пункты, лесные участки, все изъяты из хозяйственного ведения в федеральную собственность. Земля в национальном парке является федеральной. Нельзя заготавливать дрова, нельзя отчуждать имущество, нельзя продавать, нельзя получить разрешение на строительство капитальных объектов. Мы столкнулись сейчас с такой ситуацией, когда мы и Центр культурного развития еле построили, и Дом Парселёвитского Аварийного Жилого Фонда в Кирилле еле построили. Все через Министерство природных ресурсов, все через правительство. Эту ситуацию надо ломать. Сейчас задача поставлена нашему депутату Канаеву Алексею Валерьяновичу. Он сейчас в профильных комитетах Госдумы пробивает вопрос изменения федерального законодательства. Люди не должны жить на территории национального парка, как крепостные. Это мое жесткое убеждение. Есть надежда, что пробьет? Ну, конечно, есть. Спасибо, мы уходим.